Я очень хотела собаку, наверное, с самого детства. У меня была собака, но она была больше как родители. Она была больше отчужденная, она не хотела со мной играться. И я очень хотела друга, с которым можно делать все, которого можно везде с собой брать. И, не знаю, мне очень-очень люблю собак. Мы ходили на фестивали, там, где вот этот хоумни-фест. Я там постоянно рыдала, я всех всех обогладила, я их так хотела все забрать. Было очень страшно, потому что это большая ответственность. И ты никогда не знаешь, как животное будет себя вести. Тем более, у нас есть коты. В общем, это было очень страшно. И мне написала знакомая, которая купила лимончик. И она сказала, что как раз они хотят пристроить его куда-то. Он живет там на стоянке. И, в общем, говорит, мы можем его тебе привезти, и вы посмотрите на него. Если ему понравится, вы его заберете себе. Вот. И они его привезли, и он просто лежал такой, что было очень жарко, он очень меховой. Он просто лег на плитке и лежал вечером. Вот. И мы подумали, что он как раз такой спокойный, как мы. И, в общем, да, очень было переживательно, очень было страшно. Но теперь я даже не знаю вообще, как мы жили раньше без собаки. Я, честно, мне кажется, что породистые собаки, особенно те, которые с кустами выведены, это издевательство над собой, над самой собакой. Потому что не может быть уверенным, насколько добросовестный заводчик. Как он относится к своим животным. Как он за ними ухаживает. В каких условиях они живут. И, чаще всего, люди этого не знают. И они спонсируют таких разведенцев, которые там просто как ферма у них. Эта собака бесконечно рожает на истощение. И это очень жуткие вещи. Какой смысл платить за друга большие деньги, если это тоже собака. Ну, то есть ты можешь спасти кого-то и получить очень классного, уникального друга, чем заплатить большие деньги, которые могли бы помочь кому-то, например. Там тому же приюту или тем же бездомным животным. Мне кажется, нет разницы какой-то в качестве собаки. Вот. Если ты хочешь друга, вот у тебя есть друг. Ты всегда можешь выбрать, какого хочешь. Вы же покупаете... Ну, вы знаете, что то, что стоит дороже, скорее всего, на качественнее по своим, там, каким-то характеристикам, техническим характеристикам. А у собаки нет такого. Это тоже пес. Я не знаю, но почему один бесплатный, а другой стоит, там, больших денег. То есть для меня это странно очень. И вот, не знаю, мне кажется, что лимончик – это какое-то такое сокровище, с которым нам очень повезло, а не ему. Возможно, чаще всего у метисов какая-то более, из-за того, что очень большое такое смешение всего, возможно, у очень многих есть, не знаю, там, какие-то смеси собак, которые более интеллектуально развитые, я не знаю. Или, может, когда собаке приходилось самой находить выход, чтобы выживать, она как-то более, не знаю, натаскана на жизнь, и поэтому она как-то более взаимодействует с человеком, чем щенок, которого взяли, он вырос в тепличных условиях, он как бы не знал ничего, и поэтому он более, наверное, балованный, и менее как-то осознает ценность того, что у него есть дом, того, что он не знает разницы, какова это жить на улице и выживать зимой на холоде. Я не знаю, связан ли его интеллект с тем, что он подобран или нет, просто, мне кажется, он очень осознанный какой-то, то есть я не учила его командам, я просто говорю ему, там, стой или идем, и он понимает, то есть он понимает, что когда мы заходим, то есть он не может идти в комнату, он садится на коврик и ждет, пока я его ношу в ванну и мыть лапки. И как-то это все вот сразу получилось, мы гуляем без поводка, потому что ему не нравится на поводке, ну вот вокруг дома, и он всегда ждет, он подходит со мной к дороге, он сидит и ждет, пока вот я ему говорю, идем, и мы идем, и он знает, что такое, стой, и вообще он как-то, не знаю, как будто бы он просто понимает русский язык, ну, речь на которой я говорю, и все, если я попрошу его сделать чай, он просто пойдет его и сделает, иногда так кажется, что он осознает все, что, вот, как-то с ним происходит, ну, плюс еще он очень флегматичный, может поэтому кажется, что он такой менее обалованный и более осознанный, потому что он очень спокойный такой, уравновешенный, и кажется, что там какие-то серьезные мысли в его голове не… Как вы вообще вот получили нового пса просто вот из-за того, что мы видим вот на твоей фотке? Мы его сразу отвезли в груминг, и там три часа пытались его помыть, помыть не получилось, они его побрили под нолик почти, и он там был совсем как крысеныш, ему было от этого очень дискомфортно, потому что у собаки, ну, подшерсток очень густой, и это первый раз в жизни вообще его там, наверное, купали, и поэтому он был достаточно потерянный, потому что ему было и жарко, и, в общем, вот, ну, то он как-то, не знаю, он очень быстро адаптировался, он сразу понял, где его место, он сразу понял, что есть слово «нельзя», единственное, что сухой корм он до сих пор не хочет кушать, он его, в принципе, не понимает, и я пытаюсь хитрить и смешивать это с консервами собачьими, вот, но, не знаю, со временем, мне кажется, он просто пытался всем подряд каким-то там мусором на улице, и поэтому он, как бы, сухой корм, в принципе, ну, не знает, что это, что он уже достаточно взрослый, ему около двух лет, и поэтому, наверное, он просто не привык. Ну, не надо бояться, потому что нет разницы, у всех просто разные характеры, вот, и если вы хотите друга, то заведите себе друга, если вы хотите статусную собаку, с которой можно ходить там на мероприятия, это совсем другое дело. Не знаю, мне кажется, что можно походить по приютам, посмотреть очень много в Инстаграме разных групп есть, где фотографируют красиво собак, пристраивают их, не знаю, выбрать то, что тебе больше нравится, вот, мне кажется, что, ну, в этом случае не будет проблем со здоровьем точно собак, то есть, когда она выросла на улице, или когда она там, у нее там большое смешение каких-то краей, то там со здоровьем точно не будет проблем, как, например, у мопсов, которым очень сложно жить, в принципе, поэтому, вот. Да? Малыш? Хороший?